всем здравия дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о взаимоотношения с противоположным полом на сыроедение когда я переходил на сыроедение я был холостой одинокий общался с разными девушками и конечно когда уже я изменил свое питание кардинально я уже начал ощущать какие-то взгляды на меня непонятны что я какой-то другой потому что на кипре сыроедов иностранцев 1 2 человека может на весь остров может быть 5 максимум с русскоязычных я ни разу не встречал видел вегетарианцев там каких-то йогов там полу вегетарианцев непонятно кто там как обычно все ищут себя находятся в поиске хотел с ними познакомиться но не удалось у них желание не было со мной знакомиться и когда обычные люди на тебя смотрят как на кого-то непонятного у них какие-то вопросы возникают что это за человек что-то у него ненормально ему может быть там психическая клиника какая-то нужна вообще на на кипре вообще сыроедение и вегетарианство вообще не развиты когда ты говоришь что ты ешь только одни фрукты даже не пьешь воду люди так на тебя смотрят чё правда что такие глаза иногда заходишь магазин стоит какой-то там огромный дядя там килограмм 150 когда ты говоришь что ешь только фрукты это что такое бывает вообще никак жизни не слышал даже такого то есть здесь на кипре киприоты вообще можно даже не рассматривать эти люди они далеко находятся от истины и промыли уже давно мозги западная цивилизация находятся в таком закрытом своем пространстве киприотки киприотки да они совершенно по-другому реагируют они могут рядом с тобой есть мясо ты можешь не есть нас то есть принципе им все равно как ешьте мясо не ешьте мясо эти люди они как-то немножко по-другому реагируют у меня свое у тебя свои вот на кухне приходишь но есть на то что ты хочешь а я буду вот это есть все равно я считаю что это неправильно рано или поздно семья разрушатся отношения разрушатся если один не будет поддерживать другого примерно не будет соблюдать ту же диету как соблюдает твой партнер любовник муж жена все равно долгих отношений не получится рано или поздно эти отношения распадутся и поэтому очень сложно при переходе на середине на самом середине тем более на фруктурианстве найти свою вторую половину потому что россия на большая украина на тоже большая многие страны снг уже более даже просвещены в этих вопросах есть сообщества определенных где-то можно найти единомышленников единоверцев на далее здесь на кипре люди немножко другие они закрыты когда встречаешь каких-то выходцев русскоязычных бывших стран советского союза то эти люди они не будут с тобой близко общаться будут крутить у виска как ты только повернешься спиной с какой-то идиот там не курит не пьет в рестораны не ходят с ними интересно он находится на какой-то своей волне еще духовностью занимается еще что-то мелят там про инопланетян иногда то есть это вообще непонятный человек и поэтому от такого надо держаться подальше люди естественно кучкуются за границей общаются между собой среди русскоязычного населения и поэтому найти свою вторую половину в кавычках конечно не близнецовое пламя всего лишь земная вторая половина люди имеют очень множество своих каких-то блоков имеет свои привязанности как воспитали нас родители самого детства если родители нам дали установку там на это сын ты должен закончить медицинский институт обязательно я так хочу а сын ты не хочет медицинский институт заканчиваем другому он по-другому видит этот мир и там я хочу что ты продолжил мою династию занялся там какими-то пищевым бизнесом он не хочет заниматься или она не хочет заниматься пищевым бизнесом вот эти вот тонкая грань взаимоотношений главное чтобы вас всегда понимал понимали девушка либо мужчина с которого имеете контакты вас всегда понимали вы заранее должны видеть перспективы когда вы начинаете с кем-то встречаться общаться вы видите этого человека если у вас еще недостаточно развитой интуиции у вас недостаточно жизненный опыт вам конечно будет тяжело вы будете делать ошибки так же как и я делал общение с противоположным полом у меня большой опыт большой и неудачи у меня были также меня постигали я кому-то давал отворот поворот то есть это то же самое если сравнить как мы идем в лес и собираем грибы выбор пожизненно да то есть мы делаем пробы ошибаемся пробуем там блондинку брюнетку рыжую худенькую толстенькую плотненькую длинные волосами с коротками мужчину такого там мужчина там богатого мужчину более понимающего любящего который на руках носит то есть каждый ищет в этой жизни методом проб и ошибок он ошибается но среди не совершенно другая тема и когда люди находятся на средине сразу 95 процентов всех окружающих которые будут вокруг вас сразу вам это уже не подойдет это однозначно потому что в семье невозможно иметь половина холодильника будет мясного половина холодильника будет вегетарианского все равно рано или поздно вы сорветесь я знаю таких знаменитых сыроведов которые находились там среди не очень много лет у них не было женщины например когда они знакомились с очередной подругой и она уже перетаскивала все равно на свою сторону человек когда влюбляется она симпатизирует нравится и вот питание вносит разлад и постепенно эти люди они все равно периодически срываются переходит на вегетарианство может быть даже что-то и такое пробуют в сиеческой пище блюдоманской пище пообщавшись какое-то время эти люди все-таки нет это неправильно что-то со мной происходит не нравится мое состояние я хочу перейти обратно даже по своему опыту я могу сказать вот сообщаясь с Ольгой с моей гражданской женой то же самое у меня происходило происходили в жизни такие вещи когда я уже был на полном сыроедении много лет она познакомившись со мной была на всеедении естественно она преодолела и сделала очень большие шаги в своей жизни перешла на сыроедение об этом она даже до этого никогда не слышала если есть любовь определенные отношения то человек готов ради себя сделать много она перешла на сыроедение постепенно естественно точно так резко как я приходил немедленное сыроедение сначала был отказ от мясного там несколько месяцев прошло потом отказ от молочного там хлебобулочных изделий потом вегетарианская пища полу вареная была какое-то время когда я за ней наблюдал и плюс ребенок еще у нее там тоже пытался есть ну ребенку вообще бесполезно в 13 лет девочки объяснять это я не хочу говорить все вокруг школе едят сникерсы там чипсы мороженое ребенка я хочу вывод представьте да там бабушка например у меня в семье да есть всю обычную пищу да там ребенок есть все обычную пищу плюс девушка твоя которая переходит на средине ей тяжело и мне тяжело я на все это смотрю также но у меня тоже устоявшиеся я-то у меня идеи таких было и мотивации эксперименты то есть мне проще есть мотивация я замотивирован хорошо те люди которые вокруг тебя находятся они не могут сдерживаться периодически не срываться будут и в таком режиме многие люди не выдерживают многие пишут роман а вот я хочу перейти на сырый день я хочу медитировать но квартира маленькая там муж отвлекает дети бегают там не дается сосредоточиться это я прекрасно понимаю это в такой ситуации очень тяжело сначала надо наладить свои жилищные условия финансовые условия многих видео я это говорю чтобы здоровье было в идеальном состоянии сдать все полностью анализы все микроэлементы макроэлементы витамины были в норме и после этого уже переходить на средине лучше вместе с мужем переходить если там взрослые люди еще есть дедушки бабушки если них мозги не свернулись еще в трубочку от своих там советских убеждений да то есть мозг подвижен психика подвижна можно вместе с ними переходить не сразу конечно аккуратно медленно полномерно включаются рацион соки там овощи клетчатку фрукты постепенно салаты какие-то дела полу вареные салаты и так далее тогда шанс перейти очень легок будет если же там ваша семья против либо надо отделяться от бабушек дедушек с мужем наговариваться либо муж и женой должен договориться кто является двигателем прогресса как правило вот я замечаю женщина является двигателем прогресса в этой ситуации мужчина они такие я там спортсмен я там охотник добычи я должен есть мясо там у меня там все должны потенции все это ерунда полный чушь собачий это все мифы из нашей жизни как обычно все это вранье а если человек созрел какой-то первой семье я например не разделяет а вот и мужская работа женская работа кто что умеет делать в семье тот и должен делать если есть время мужчины делать он должен дом помыть пропылесосить там сходить в магазин еще в этом зазорного нет если женщина занята почему нет и ей надо помогать или она делает какой-то карьерный рост из перспективы роста там большие финансовые потоки вливаются в семью зачем эту женщину ограничить да у некоторых комплексы возникает избавьтесь от этих комплексов также здесь в отношениях надо искать таких людей которые гибкие гибкие на подъем которые легко меняются подстраиваться под любую ситуацию есть такие люди которые в себя не закрыты они не пускают энергию из космоса эта энергия не дает быстро развиваться у меня такой же график вот этот космический который немножко прикрыт я всегда с собой боролся я свой характер просто ломал я ломал колено себя то есть я хотел хотел быть маневренным гибким чтобы у меня в жизни все получалось за что я подстраивался под ситуацию до каких-то людей что перед под меня естественно подстраивались видел смотрел потому что есть некая генетика когда ты рождаешься который передается от родителей это накладывает отпечаток да там что ты не эмоциональный на пустин до родился уже что иногда на тебя смотрят рома чё-то такой не эмоциональный ну а что ты такой эмоциональный там руками машешь вот так там надо не надо да то есть все мы разные и мы работаем над своими характерами всю жизнь я себе дал установку например что я открыт для космоса открыли людей я над собой все время работы во всех направлениях физическое развиваюсь умственно развиваюсь много читают духовно стал развиваться последние несколько лет и это нормально и прогресс должен все время быть развитие человека должно быть во всех направлениях и перспективно видеть рядом с собой мужчина либо женщина те которые готовы вместе с вами развиваться то есть у вас одно и то же направление они будут помогать вам именно в духовном развитии вашем ваших начинаниях даже вы будете ошибаться ничего страшного нет я ошибался там люди все ошибаются не надо вообще внимание обращать там кто-то себя корит а вот я там сделал ошибку с детьми там неправильно воспитал сейчас ребенок меня не слушается делать по сути ничего страшного отпустить этих детей дети они такие же души такие же личности они вправе выбирать когда мы начинаем давить на кого-то да то у нас какие-то психологические блоки возникают и мы не можем быстро развиваться пока мы не преодолеем вот эти блоки когда мы начинаем наших детей отключать там от чего-то такого что мы считаем неправильно ребенок там не ходит музыкальную школу ребенок там начал курить может этому ребенку нужно опуститься сначала в самый низ чтобы это попробовать а потом после того как он это попробует уже подниматься наверх если вы сейчас будете бить его по рукам например он это не попробуй там не покурит там какой-то месяц другой третий например да он многие вещи может в этой жизни не поймет может кому-то пять лет надо покурить то есть вы считаете что если он будет там курить он там все жизнь какую-то укорачивает а если он будет мясо есть молоко пить хлебобулочные изделия с нашей пищевой промышленности есть где вообще просто хлебобулочные изделия вообще пустой продукт там вообще ничего нет из организма ничего не дает просто питают микробные клетки в организме и выращивать пустые клетки в организме поэтому говорить с нашими блоками с нашими убеждениями о окружающих людях очень чего надо избавляться от этих блоков от таких ситуаций когда черное белое да нет это хорошо это плохо вы считаете что это хорошо я считаю что это плохо либо я считаю что это хорошо вы считаете что это плохо мы никогда не найдем консенсус потому что мы не являемся базовой точкой правной . что от нас весь мир развивается то есть я придумал этот мир я написал и сделал это хорошо это плохо то есть кто-то говорит это хорошо есть трава а другая мясо есть плохо да ради бога пускай человек есть мясо это его развития, он должен опуститься в самый низ для животных состояний, он обязательно должен пройти жизнь, есть все вподряд, заниматься какими-то вещами, которые мы считаем нехорошими, может он должен пройти какой-то горький опыт, поехать на войну, убить 25 человек, потом приехать с войны, осознать это все, умерев, душа должна это понять, получив этот горький опыт, кто-то с суицидом должен жизнь закончить, попробует этот опыт в жизни. Мы считаем это плохо, религии считают это тоже плохо, религия, кстати, постоянно меняется, раньше, например, в христианстве вообще реинкарнация была, ее потом удалили, буддизм также постоянно меняется, смотришь, там отпочковалась одна линия буддизма, другая, третья, то есть каждый говорит свое, а, нет, вот это так, Будда чесал у себя за ухом левой рукой, другая, нет, он с правой стороны чесал, то есть все духовные люди, все, все развитие она все равно ведет к одному и тому же люди пишут на разных языках, с разных стран, разными словами, все то же самое, и приходят к одному и тому же знаменателю, в итоге вывод один и тот же становится, что человек должен развиваться духовно, работать над собой, над своим внутренним миром, все религии, они все равно сводятся к одному и тому же, к одним и тем же понятиям, к саморазвитию, в большой духовной работе над собой, поэтому вы вот, старайтесь чувствовать при выборе, да, своего партнера, любовника, да, мужа, жены будущей, чтобы создавать правильную семью, не надо никуда торопиться, да, не надо засматриваться там на красивые голубые глазки, что там у человека какие-то мышцы там накачаны, если эти мышцы приходят, уходят, там деньги приходят и уходят, многие смотрят, а у нее есть деньги, а у нее там есть деньги, дом, это все ерунда, ребята, поверьте, это все приходит и уходит, в жизни, параличный опыт, я могу там рассказывать, как все эти деньги приходят, уходят, большие деньги, малые деньги, а люди, которые будут с вами, которые готовы ради вас практически на все, которые поддержат вас в сложной ситуации, будут вас на руках носить, ради вас что угодно сделают, то есть с этими людьми можно менять мир, можно менять себя, и реально можно обрести духовное счастье, духовное расслабление, достичь Самадхи, те люди, которые будут идти с вами по одному жизненному пути, которые будут вас поддерживать, будьте вы сыроем. Перестанете вы есть, иначе там человек тоже перестанет есть. Будет по вашим следам идти. То есть в семье должен быть один локомотив ведущий, а другой должен быть ведомый. И один идет, другой толкает. Но в какой-то сложной ситуации, когда мы не справляемся, вот этот ведомый, он должен быть ведущим, переходить в роль ведущего. И наоборот, если случается. То есть бывает более сильный характер у мужчины, бывает более сильный характер у женщины. Ничего нет. Если два лидера будут в семье, это тоже плохо. То есть будут столкновения какие-то. Одному человеку хочется более легкой энергии какой-то, чтобы рядом был. Другой человек наоборот хочется немножко более тяжелой энергии, чтобы рядом был. И вот это надо научиться чувствовать. Не обращать внимания, что сыроведов там, фруктурианцев очень мало. Поэтому вы никого не найдете. Всегда не нужно никого искать. Само все в само приходит. Создавайте мысли формы, представляйте этого человека, которого вы хотите. Рисуйте. Может даже на бумаге там, в медитацию входите, представляйте, просите своих высших яд, чтобы вам дали этого человека. И все будет происходить в нужную минуту, когда вы найдете этого человека, вы поймете, что все это работает на самом деле. И в нашем физическом мире, так же, как и в тонком мире, можно добиваться в поставленном цели, просто так будет гораздо медленнее происходить. Заканчиваю видео-лекцию. Спасибо вам за внимание. С вами был Роман Головин. Увидимся в следующих видео. Всем пока.